В Норильском Никеле готовится к запуску новой шахты. Это первый этап глобального курса комбината на модернизацию производства, который позволит увеличить добычу руды и существенно улучшит экологическую обстановку в регионе. О стратегии и нюансах улучшения производства в материале далее. Девятиэтажное здание, новый административный бытовой комплекс вспомогательного ствола номер один шахты «Скалистая». В скором времени он начнет свою работу. События для Норильска знаковые. Поэтому за ходом пуска наладочных работ следит директор заполярного филиала Норникеля. Вместе с руководством шахты «Скалистая» осматривают новые помещения. Большая столовая на 212 мест пока пустует. А вот в пультовой уже работают машинисты. Они отвечают за подъем и обслуживание клетей. Признаются, рабочие места удобные, а новое оборудование позволяет эффективно выполнять производственные задачи. После пультовой главное – машинное отделение. Здесь располагаются установки, которые предназначены для подъема клетей. Сейчас оборудование проходит испытание. Одна клеть грузоподъемностью, вместимостью людей 90 человек, она двухэтажная. Вторая клеть чуть поменьше, 60, но грузоподъемность по подъему грузов с опусканием шахты по 15 тонн. Уже в скором времени шахту начнут эксплуатировать, а все работы по строительству скалистой планируется завершить в 2019 году. Это еще один шаг большой работы над повышением эффективности и лишь малая толика процесса модернизации производства, курс на который взял комбинат. Программа модернизации заполярного филиала, она охватывает сразу несколько направлений. Значит, с одной стороны, это, естественно, это производственная модернизация, это модернизация производства, развитие горного хозяйства, поддержание выбывающих мощностей, и с другой стороны, это экологическая направленность. Экологии особое внимание, ведь все оборудование, которое появилось на фабрике за последнее время и которое планируется завести на комбинат, должно отвечать самым строгим современным стандартам. Так, например, строительство нового хвостохранилища на Талнахской обогатительной фабрике позволит хранить отходы производства безвредным для экологии способом, на что в компании в этом году выделили полтора миллиарда рублей. Помимо экологической составляющей, модернизация существенно увеличит добычу руды, поэтому и денег в комбинате не экономят. В этом году на программу в Нурникеле выделили 42 миллиарда рублей, причем 26 из них это капитальное строительство. По инвестиционной программе мы обновляем парк оборудования, и на эти цели на этот год у нас 10,5 миллиардов рублей запланировано, и 4 миллиарда у нас на капитализированные ремонты капитальные, для того, чтобы оборудование работало стабильно, качественно и без сбоев. Поэтому таким же важным элементом является и формирование профессиональных кадров. В Норильском Никеле успешно реализуется программа «Профессиональный старт», когда студенты уже проходят стажировку на предприятии, а в этом году их порядка 300 человек, и могут рассчитывать на дальнейшее трудоустройство в компании. Это и выпускники Норильского индустриального института и Сибирского федерального университета, которые будут трудиться в одной из самых современных российских компаний с мировым именем. Артем Мартышов, Валерий Чащин, 7 канал, Новости 24, при содействии телекомпании «Северный город», Норильск.